Привет всем! Ну что ж, прошлое видео неплохо зашло, и я в принципе этому рад. Изначально я, конечно, не планировал снимать сборник фейлов, но на самом деле фейлы это неотъемлемая часть любого процесса. Мне кое-кто из друзей даже сказал потом, ты вообще правильно сделал, что выложил такой сборник фейлов, потому что многие начинающие компьютерщики смотрят видео в интернете, и у всех все получается идеально с первого раза, и они считают, что они ни на что не годны, потому что у них так не получается. Естественно, видео в интернете очень отполированные, что называется, поэтому там всегда все выглядит так, как будто у всех все идеально, и все гении вообще. Но это неправда, все люди ошибаются. Это только в фильмах суперхакеры печатают 10 пальцами 500 знаков в секунду, ни разу не используя кнопки пробел и бэкспейс. В реальности люди опечатываются, исправляются, перечитывают и так далее, и так далее. Конечно, в определенном смысле, то видео просто пришлось так смонтировать, чтобы оно казалось даже чуть хуже, чем оно было на самом деле, потому что, разумеется, многие из тех фейлов я исправил там буквально сразу, но я изначально снимал ту часть, считая, что это будет просто кусочек будущего большого видео, где все сразу получится, а потом решил, а почему, собственно, нет, пусть это будет отдельный видос о том, как ничего не получилось. Но на самом деле понятно, что тот же самый хэш я потом просто стер до конца и без пароля тут же зашел, но вставлять в тот выпуск это было бы уже не в тему. Я сменил дислокацию, как вы видите, потому что и с основной проблемой, которая тогда меня постигла, мне тоже, в принципе, сразу стало понятно, что с ней делать. Говорить я об этом не стал. Потом просто проверил, все оказалось так и есть. И поэтому сейчас, наверное, можно сразу начать с того, в чем я разобрался практически сразу. Разумеется, если удалить хэш полностью, предварительно смонтировав диск C0, T0, D0, S0 в МНТ на редрайт, то проблема исчезнет с паролем сама собой. Надо только не забыть сделать экспорт терм равняется WT100. Ну, сделаем терм равно WT100 и теперь экспорт терм. Затем перейдем в МНТ и ETC. Сделаем VShadow. С помощью кнопочек, хитрых, нужных нам, перейдем сюда, удалим все ненужное. Затем сделаем RIDE QUIT. Естественно, сделаем... Ну, лучше сделаем RIDE с оверрайдом, затем сделаем QUIT. Все. Все. Теперь можно размонтировать смонтированный диск и перезагрузиться. Ну, а второе, что я проверил немедленно, это как раз подключил просто монитор нормальный, потому что я сразу подозревал, что проблема исключительно в этом. Нормальный, это, конечно, громко сказано, он с косяком, но вы помните этот монитор по большому количеству разных всяких моих экспериментов. И все, собственно, вот оно и загрузилось. Так что проблем больше никаких нет, и можно теперь зайти под рутом без пароля. И давайте... Можно использовать CDE, которую я показывал в выпуске... В 29-м выпуске второго сезона 16-бит. Можно использовать Java Desktop Environment. Там я показывал CDE и GNOME. Сейчас вот актуально Java DE. Поэтому давайте будем использовать Java DE чисто, чтобы посмотреть. Естественно, не знает, что такое unknown, но мы войдем все равно. И сейчас мы увидим рабочий стол Oracle Solaris. К сожалению, это уже Oracle Solaris, а не Sun Solaris. В прошлом видео я смешно оговорился, случайно сказав, что это Sun купил Oracle, а не Oracle купил Sun. Но тем не менее. Правда всегда одна, как говорится. Ну и вот, в общем, вот он наш Solaris, загрузившийся даже с какими-то, естественно, уже установленными играми и прочими интересными дефолтными программами. Запустим терминал. Берем немножко от косяка на экране его. Посмотрим всеми любимый Uname-A. SunOS 510, Sun4U Spark, Sunblade 1500. Вот так. Красота. Ну, монитор, видимо, придется поменять, потому что с таким косяком смотреть в него никакого удовольствия. А Game Capture HD, который я обычно использую, просто не понимает этот сигнал. Хотя это, в общем-то, 1080p, но вот Game Capture HD с компа нормальные 1080p при 60 Гц не понимал никогда. И трудно сказать, почему именно. Ну, скорее всего, потому что у него понятие 1080p несколько неверное. То есть он воспринимает, видимо, как 1080p то, что, скорее всего, на самом деле 1080i. И записываться через него не получится. И придется смотреть в экран, поэтому нам нужна максимально нормальная картинка, которую мы можем пронаблюдать. Здесь вот этой вертикальной полосы нет, поэтому в этот экран можно смотреть не сильно плюясь. Так что нормально. Для начала можно попробовать поставить на эту машину самый обыкновенный Midnight Commander, потому что без файлового менеджера плохо, а в Солярисе нет никакого программного репозитория по умолчанию. Поэтому можно только поискать какой-нибудь неофициальный и попробовать установить его. В целом здесь есть менеджер пакетов pkg-ed, с помощью которого можно устанавливать пакеты, просто найденные на просторах интернета. Ну, в общем, как в Windows. Искать программы где-то, скачивать и устанавливать. Но можно, в принципе, не мудрствовать лукаво, набрать Midnight Commander for Solaris 10 и посмотреть, что нам предлагает интернет. Работает, кстати, интернет довольно шустренько. При этом это Firefox версии 10.0.7. Он старый как мир уже, ему несколько лет. И он, тем не менее, работает. В сегодняшних реалиях браузер, которому несколько месяцев, считается безнадежно устаревшим. Ну, а здесь, вот, тем не менее, это один из самых последних пакетов, который можно установить на эту версию системы. И он работает. Ну, и слава богу, больше от него ничего не требуется. Все очень просто. Нам предлагается простая инструкция, которую можно просто копировать и вставлять. Мы можем даже не уходить из местного SH, оставаться в нем. Хотя всегда можем набрать BASH, оказаться в BASH. Для кого-то это может быть удобно. Тут, кстати, видно, что я экспериментировал с графическими разрешениями, пытаясь заставить GameCapture работать. Но, к сожалению, это невозможно. Если мы посмотрим, какие разрешения поддерживает местный FB-конфиг, в свою очередь, показывая нам, что так называемый первый монитор, их там всего два, там есть цифровой выход и VGA-шный. Но цифровой выход не показывает консоль вообще. Это не баг, это фича, это написано в документации. А VGA-шный выход показывает, но на самом деле никакой разницы там нет. Ну, просто одно цифровое, другое аналоговый выход. На работе GameCapture это никак не сказывается. И вот есть поддерживаемые разрешения. Список довольно большой, но вайдовая из них только самая большая. Только 1920 на 1080 на 60, которое прямо сейчас используется, и оно не поддерживается. Как бы на самом деле оно работает, все хорошо, но вот других, не квадратных разрешений здесь нет. И это неудивительно, учитывая возраст машины и системы, но вот не умеет GameCapture работать с квадратными разрешениями. К сожалению. Ну и частоты для него слишком большие. Частоты явно указаны в основном для работы с CRT-мониторами. Так вот, скопировали строчку, попробовали ее вставить, посмотрим, будет ли что-нибудь. Происходит скачивание, это уже немало. То есть, альтернативные репозитории, которые не являются фичей Solaris, а тем не менее, работает и настроен на те фичи, которые в системе есть по умолчанию, чтобы не приходилось ничего больше руками делать, можем набрать, как обычно, All, можем нажать Enter, это дефолтное значение. Хотим ли мы продолжить с инсталляцией? Хотим. Происходит установка самого репозитория. Вроде бы она прошла. Теперь у нас в директории Opt.csv появилась директория BIN, где находится утилита PKG Util, с помощью которой... Ну, это вроде аналога Апта или PKG во FreeBSD. С помощью которой мы можем теперь обновить, собственно, каталог репозитория в системе, чтобы он знал, какие пакеты нам доступны. Он пытается посмотреть содержимое каталога на сервере Mirror OpenCSV.org, OpenCSV Testing Spark 5.10, то есть для Solaris 10, вернее, SunOS 5.10, для Spark архитектуры там все, что нужно. И он нашел 3988 пакетов. По сравнению с линуксовыми репозиториями, 4000 пакетов это капля в море, очень мало. Но, все-таки, на безрыбье и рак рыба, следующая строчка говорит нам о том, как установить Midnight Commander. Запускаем, и он начинает скачивать МЦ и все зависимости, которые необходимы, не считая зависимостей, которые уже в системе установлены, которые являются оракловскими, слэш сановскими, которые устанавливать из альтернативного репозитория не надо. Ну и процесс этот относительно быстрый, учитывая, что здесь у меня интернет слабенький, всего 8 мегабит, которые не целиком предоставлены конкретно этой машине в данный момент, поэтому скорости небольшие, но процесс идет, всего нужно скачать 29,2 мегабайта, не так мало в этом смысле. Так что ожидаем. Во всяком случае, процедура простая, хоть и долгая. Скачивание завершено, начался процесс установки пакетов. Видно, что пакеты разных годов, но в целом все не новее 2014-2015 года. Тем не менее, процесс автоматически завершился. Набираем МЦ, получаем Command Not Found, потому что у нас в пассе не написано, где все это должно быть. Теоретически, все должно ставиться в OPT, в CSV, наверное, в BIN. Где-то вот здесь должен быть МЦ. Смотрим, есть ли он. Я думаю, что можно даже немножко сделать зум-ин, чтобы шрифт был более читаем на камере. Может, вот так будет получше. Смотрим. МЦ появился здесь. Запускаем его из этой директории. И вот он работает. Все-таки уже лучше, чем никак. С файловым менеджером можно уже отправиться изучать содержимое системы. Здесь все не так, как в Linux, как привыкли многие. Хотя Unix есть Unix, очень многое похоже. Но если вы, допустим, зайдете здесь в какой-нибудь слэш-дев, то увидите, что здесь очень много, во-первых, директорий. Много всяких разных очень специфических для Solaris устройств. И мало знакомых устройств, не считая там какого-нибудь DevNuton, DevConsole, DevMem. Очень много всего, что характерно только для Solaris. Здесь вот только PageUp и PageDown работают не как клавиши Midnight Commander, а как клавиши терминала вот этого самого гномовского. Кстати, да, по сути, Java Desktop – это Gnome 2, не очень-то существенно переделанный. Еще здесь есть отдельная директория Devices. Про это я все, в принципе, мог рассказать и в 16-битах тогда. Но почему бы и не сделать это сейчас? Лучше поздно, чем никогда. В директории Devices вроде бы должно быть то же самое, что и в Dev, но реально здесь еще более низкоуровневое описание некоторых устройств. Например, вот мы видим, что здесь есть директория SunV UltraSpark 3i. Это директория, посвященная процессору. Явно какие-то программы опираются на существование этой директории, хотя там ничего особо нет. Есть такие устройства, как iSCSI, Memory Controller, каждый из PCI слотов, вернее, не PCI слотов, а PCI устройств на шине PCI. Все это здесь находится, все это здесь можно посмотреть, даже почитать отсюда вполне можно. Например, мы могли бы прочитать содержимое устройства DevFrameBuffer и увидели бы вполне читаемый текст о том, что у нас есть два порта на видеокарте. Один из них сейчас работает на разрешении 1920х1080, на 32 бита цвета, на 60 Гц развертки и еще кое-какие параметры. То есть, вот до такого мы можем наблюдать, что же у нас происходит с устройствами в системе. Здесь вообще все очень по-своему. При этом Java Desktop Environment, видимо, рассчитывает для управления экраном на расширение XRender у XORG. Но это не XORG, это XSUN, так называемый. Это реализация X-ов от Sun Microsystems. Если мы здесь попробуем изменить Desktop Resolution, то получим ошибку, что этот X-сервер не поддерживает расширение XRender. Поэтому нельзя менять в реальном времени разрешение таким образом. Но мы всегда можем это сделать сановскими путями. Я уже говорил, что выполнение операционной системы можно остановить в любой момент и оказаться фактически в шелле местного биоса OpenFirmware. И здесь это тоже можно сделать прямо сейчас, точно так же нажимая Stop A, как я это делал в прошлом видео. Раз, и мы оказываемся в этом самом шеле. Поверх всей графики это совершенно не важно. Мы можем делать здесь все, что угодно, в том числе и менять какие-то разрешения, инициализировать какие-то устройства, ну, давать какие-то команды. В общем, все, что поймет биос, там, читать help и так далее. То есть, можем делать абсолютно все. Мы в биос можем войти прямо посреди операционной системы в любой момент. Как только мы там все сделали, даем команду go и возвращаемся обратно в операционную систему. Не перерисуется этот экран, но поверх него можно немножко поводить чем-нибудь, и все, и как не было никакого биоса. Работаем дальше. Это, конечно, на спарках всегда было удобно. Если же мы используем не имевшийся в репозитории пакет, или по какой-то другой причине не хотим его из репозитория ставить, мы можем всегда его просто скачать. Опять наступаю на те же грабли. Опции sv, bin, mc. Можно, пожалуйста. Мы его можем просто скачать, положить куда-то в свою директорию, как вот у меня в созданной мной директории дистрибутивов лежит, например, пакет Quake 2, никак не опирающийся ни на какой репозиторию. Он здесь зазипован. Я, кстати, не уверен, что здесь есть Gnzip, но у нас же есть Midnight Commander. Оу, правда, сам Midnight Commander же и не хочет нормально работать, не хочет заходить в архив. Давайте попробуем прибить shell. Ха, прикольно. Сдохло все, что могло сдохнуть. Окей. Все, успокоился. Молодец. Да, такие косяки бывают в ультра-стабильном и промышленном Unix. Иногда бывает трудно распаковать zip-архив. Ничего не поделаешь. Давайте еще раз призумим. Вообще ZoomIn делается с помощью Ctrl+. Но почему-то у меня вот этот плюс не получается. А этот дает какой-то странный эффект. Ладно, будем считать, что, в принципе, и так все видно. Итак, opt.csv.bin.mc. Надо прописать этот путь, и все будет работать само. Так, ну насчет гзипа. Я вот не знаю. Ганзип у нас есть как приложение? Тут еще и не посмотришь. Давайте откроем еще одну вкладочку. Консоли. Посмотрим, что у нас с ганзипом. Ганзип есть. Соответственно, но если мы сделаем ганзип. Г-ан-зип. Что он хочет от меня? Альт-энтер. Файл распаковался и стал просто pkg. Теперь это не засипованный pkg. Теперь с помощью команды pkg add, в одно слово, в отличие от фрибиздшного pkg, нижний почерк add, уже бесконечно устаревшего, минус d. Даем в качестве параметра этот самый пакет, и происходит что-то непонятное. Ладно, через mc это делать и глупо, и неудобно. Давайте здесь немножко призумим тоже. Зайдем в dist и попробуем здесь сделать pkg add. Так, если я без параметра это сделаю, чего он мне скажет, блин, баш все-таки нужен, потому что табуляция здесь не работает. Без параметра будет ошибка. А если я задам минус d, который должен отвечать за инсталляцию, все нормально. Он мне пишет, что этот пакет это idquake 2, для Solaris причем 8, для Spark. Ну, они все обратно совместимы, и это в Solaris хорошо. Это примерно как в винде. Подразумевается, что он использует либо вывод x11, либо glx, либо sdl. Что такое xil, я даже точно не знаю. У нас здесь glx экстеншенов сейчас никаких нет. Соглашаемся установить, соглашаемся на лицензию, соглашаемся создать директорию. Так, вперед-вперед. Установили. Теперь у нас в user local share games quake 2 лежит, собственно, все, что нам нужно для запуска quake 2. И несколько shell файлов, которые отвечают за его запуск. Вопрос только в одном, здесь нет сейчас никаких файлов ресурсов этой игры, поэтому он, конечно, не запустится по той простой причине, что неоткуда ему взять пак 0 пак тот же самый. Принципиально он не грузится в данный момент, впрочем, не из-за этого. Ему не нравится, что у нас отсутствует sdl версия 1.2, который надо установить, чтобы это работало. Если нам повезет, то в той самой утилите, которая у нас в opt.csv.bin.pkg.util называется, теоретически можно попробовать найти этот самый sdl. Но это всегда можно сделать просто погуглив. С другой стороны, возможно, это не самая лучшая идея, просто потому, что то, что существует внутри этой самой утилиты, внутри этого репозитория, оно устанавливается в свой маленький мирок. И вполне возможно, что доступны такие библиотеки будут не систем-wide, не для всего, что устанавливается в системы, не из этого репозитория, а только для того, что как раз из него устанавливается. Поэтому это, возможно, не самая лучшая идея. Кстати, имеет смысл сразу проверить, а вот не SDL Quake 2 он ту же самую ошибку выдаст. Это ведь просто Simlink? Нет. Нет, собственно, он сказал, что это должен быть софтверный рендерер, и что для него должна быть доступна библиотека SoftX, но вообще она есть, поэтому странно, что он ее не смог запустить. Но в SearchFileRDirectory это странно, может быть, ему не нравится, что мы находимся в данный момент не там, хотя это очень вряд ли. Ну, хотя, да, в данном случае он уже выдает другую ошибку, что он не видит библиотеку GNU-C компайлера. Так на самом деле можно прокопаться очень-очень долго. С репозиториями работать всегда очень просто, потому что, скажем, для того, чтобы установить Doom, нам всего-то надо с помощью той команды, есть она у нас еще в History, установить PRBoom, мой любимый порт Doom. И тут все делается само, и, кстати, я смотрю, он как раз устанавливает lib-sdl, но 100% что этот lib-sdl не будет доступен Quake, который взят не из этого репозитория. Тем не менее, здесь, скорее всего, будет установлен не только сам бинарный пакет Doom, но и, видимо, его свободная реализация VAT-файлов, что позволит, в общем-то, запустить не совсем Doom, но движок с какой-то свободной реализацией этих самых VAT-файлов. Я так думаю, не факт, что это так. PRBoom писать бесполезно, потому что надо писать опции sv bin PRBoom. Но, тем не менее, он говорит, что iVAT-а нет, то есть он рассчитывает на то, что все-таки мы ему перепишем какой-нибудь VAT-файл, но тем проще. Это сделать очень легко. Теперь, когда у нас есть Midnight Commander, с помощью него можно зайти на сервер и все переписать. Так, iVAT переписали. Находимся в директории .PRBoom. Вот у нас этот iVAT-файл, Doom 2Wat. И запускаем PRBoom, уже известный нам строчкой. И вот он, Doom. Звук, как и предполагалось, идет из корпуса, из системного блока, из спикера, который в него встроен. И он достаточно громок. Играть на клавиатуре, конечно, немножко издевательства. Ни настроенный ни JL, ни фреймбуфер, ничего. Поэтому он немножечко у нас поддергивается. Ну, почти неощутимо. В Linux было бы так же, если бы не было бы никаких правильных настроек. Тут все в дефолте. Но ничего другого здесь сейчас работать и не может, потому что никакие библиотеки не настраивались. В общем, в комментариях, естественно, писали. Типа, Doom это первое, что надо проверить. Если работает Doom, значит машина не бесполезна. Я сам в свое время популяризировал такое утверждение. Ну, в общем, как видите, эта машина не бесполезна. Все на ней хорошо. Ладно. Единственное, что на клавиатуре играть все-таки ужасно утомительно. Особенно учитывая, что здесь зажимаются клавиши. Не буду больше никого убивать. Уровень пройден. Все работает. Отлично. При этом Quake 2 на самом деле нужен абсолютно тот же самый SDL, который используется Doom. Разница вся в том, что если Doom ставится из репозитория, как я уже сказал, и попадает таким образом в опт.csv, там же, где лежат все библиотеки, которые устанавливаются как его зависимости, то Quake 2, он не из этого репозитория, и он ищет все свои библиотеки в Lib, в UZR Lib и так далее. Хотя ставится аж в UZR Local Share Games, как во FreeBSD. Тем не менее, он просит те же самые версии библиотек, как LibGCC, так и LibSDL, которые остаются в репозитории. Поэтому ровно два сим-линка полностью решают проблему. И можно запустить Quake 2. Это, естественно, софтверный рендеринг. Как я уже сказал, никакой аппаратной поддержки OpenGL здесь сейчас нет. Так что бегаем на клавиатуре и стреляем по квадратным врагам. Но это работает. Крайне веселое времяпрепровождение. Если включить сейчас OpenGL, то SDL, в принципе, его вывезет. Ну, то есть, она сможет отобразить OpenGL, во всяком случае SDL. Вот только никакой аппаратной ускорялки, поддержки у него не будет. Поэтому, даже если он заработает, он заработает настолько невообразимо медленно. Ну, впрочем, SDL, как раз OpenGL, даже запускаться не захотел. Видимо, все-таки... А, да. Тут я вижу сообщение об ошибке. Не знаю, видите ли его вы, что SDL GL SO, похоже, собран как-то хитро. И он не видит там конкретного символа. Ну, кто знает в Unix, тот понимает, о чем эта ошибка. Попробуем обычный GLX OpenGL. OpenGL GLX. Скорее всего, он заработает, и это будет феерично-медленно. Да, ну, то есть, мы уже видим, что идет процесс загрузки. Видим GL version 3 Sun OpenGL. 1.3 Sun OpenGL. Ну, уже видно, что это абсолютно программная отрисовка. И сейчас будет что-то очень-очень покадровое. Ну, да, вот оно. Я могу, в принципе, даже покрутиться. Медленно настолько, что даже звук не играется. Но это OpenGL. Мы видим эффекты антиэлизинга и, как минимум, билинейные фильтрации текстур. Так что, в общем и целом, OpenGL работает. Осталось только дать ему аппаратный лэйр, чтобы это все было не так покадрово. Потому что сейчас всю графику нам считает UltraSpark своими процессорными возможностями. Но, тем не менее, это в общем работает. Если это можно назвать работой. Нормальный издельный софтверный рендеринг. Тем не менее, пока лучшее, что здесь можно получить. Я бы сделал разрешение все-таки на единицу побольше. Причем, да, если запустить его в полноэкранном режиме, то он от этого сильно полноэкраннее-то не станет. Он просто будет рисовать картинку размером 800 на 600 пикселей ровно посередине экрана. Так было еще на старых Spark'ах, на Ultra 1, тот же самый Eiffel. Здесь расширять картинку, какой бы она ни была, можно только за счет подгонки ее разрешения под разрешение экрана. А это, как вы сами понимаете, вызовет увеличение тормозов. Причем, все, что будет больше, чем 1080 по Y, ничего не поместится и работать не будет. Поэтому максимум здесь можно выставить 1280 на 1024, но это уже очень много. То есть, он даже в софтвере в этом случае будет притормаживать. Тут ничего удивительного нет, это следовало ожидать. Я бы сказал, что 800 на 600 это предел, который является гуманным для неускоренного видеорежима. Но, тем не менее, игра работает, пожалуйста, можно играть. Звук из системного блока идет. Ничего особенно странного в том, что оно так работает, нет. Если мы посмотрим про XVR 100 на тему OpenGL в Google, то самая же первая, в общем-то, страничка, которая попадется нам в Google, ведет на официальный сайт Oracle, которому сейчас все это дело принадлежит, где есть вся необходимая информация, в частности, о том, что... Домотаю сейчас до нужного момента. Что Sun OpenGL 1.5 для Solaris поддерживает SunX VR 100 графический акселератор только через программную имплементацию. То есть, фактически, аппаратного ускорения OpenGL эта карточка не дает. Вполне официально. Мы все прекрасно знаем, что Radeon 7000 умеет OpenGL, и даже неплохой, но Sun просто не светит эти функции в систему. Поэтому эта карточка фактически является для Sun low-end-ом и работает только как software rendering. А вот, скажем, SunX VR 500 или SunX VR 600... Вся ирония в том, что они проще. Они... В них в два раза меньше оперативной памяти, видеопамяти, чем в этой карте. И чипы там попроще с точки зрения архитектуры, и тем не менее, их OpenGL-ные возможности система светит для драйверов внутри операционной системы Solaris. И там OpenGL-ная акселерация работала бы. Так что более простые карточки с точки зрения технологии работают в Solaris лучше. Именно поэтому эта карточка называется 100, а те называются 500 и 600 соответственно, хотя Wildcat попроще, чем Radeon. В общем, проверить, сравнить мы это всё сможем, только если я приобрету себе карточку XVR 500 или XVR 600. И, честно говоря, руки очень сильно чешутся. Но прямо сейчас под руками у меня её нет. Так что, видимо, мы ещё вернёмся к этой машинке. Ну и, конечно, каждый раз мне говорят о том, что профессиональную технику интереснее было бы, конечно, смотреть с профессиональным же программным обеспечением, которое для него предназначено. Но не совсем понятно, как это я могу вам всё показать. Если мы посмотрим ПКГ-инфо, то есть список пакетов, который сразу идёт установленный в системе, мы можем немножко офигеть от того, какой же это огромный список и сколько же там всякой радости есть. И кроме того, что здесь есть много обычных достаточно приложений, которые мы найдём в любом Unix. Ну, то есть, просто вот, да, здесь есть очень много приложений, которые мы найдём в любом Unix. И, тем не менее, удивительно, какое их количество поставляется сразу с системой. Я даже не отмотаю этот список достаточно назад, чтобы посмотреть на всю красоту. Но забавно, что здесь, например, сразу из коробки есть та же самая Квагга. Ну, очень даже профессиональное программное обеспечение. На Солярисе замечательно работающее. Но как я вам его покажу? Установлю БГП-сессию до Запсип Транс Телекома? Ну да, это будет очень интересно. Я здесь находил много разных, действительно, неожиданных программ. Ну, естественно, нормально, что здесь в пакете, то есть в комплекте системы идёт пакет Самбы, что, естественно, здесь сразу есть установленный Апач, есть Перл и так далее, и так далее. Всё это вот специфичное, ну, не специфичное, но, скажем так, профессиональное программное обеспечение, нужное для работы на этой рабочей станции, для которой она, собственно говоря, и создавалась. Но показывать тут особо нечего. Ну да, оно есть. Кстати, вот есть драйвер для видеокарты М64. Тоже, в принципе, когда-то была крутая карта, сейчас, конечно, уже нет. Так что я думаю, что интереснее всего большинству людей смотреть всё-таки на запуск таких приложений, как игры, потому что они очень наглядные, и можно легко понять, что работает хорошо, что плохо, что получилось, а что не получилось. За профессиональными вещами, конечно, лучше обращаться не ко мне, у меня немножко другая специфика. Тем не менее, запустить удалось, в общем, всё, так что я, в общем, удовлетворён этим экспериментом, но точно могу сказать, что он не последний. На камеру или без, я уж не знаю, как дальше сложатся обстоятельства, но я планирую поставить сюда более серьёзный графический адаптер, вернее, более простой, но более серьёзно поддерживаемый графический адаптер, и всё-таки попробовать местный OpenGL. Но это будет в какой-то следующий раз. А на сегодня это, видимо, всё. Спасибо всем, кто был со мной. Ну, извините, если показал не всё, что хотели. Но я посмотрел всё то, что хотел сам, а это, в общем, была моя единственная цель. Всем пока!